В прошлом совещании Слава Анатольевич просил вас о рассмотрении вопроса расторжения договора с подрядной организацией. Вникли в ситуацию. Действительно, вопросы есть со стороны министерства и ко одной, и ко второй стороне. Подрядная организация, бравшая обязательства, в том числе Юрия Михайловича, он часто, когда выезжал, собирался всегда на месте, не выполняла, где-то затянула. Понятно, сейчас где-то они показывают какую-то динамику на объектах, но в любом случае, в рамках той задачи, которую вы сегодня мне обозначили, мы определим сейчас человека из министерства, ну то есть абсолютно независимого, который будет там жить, и будем смотреть, нет. И делаем следующее, чтобы эти объекты завершились. Мы договорились же, что если требования избыточные, мы с коллегами из Роскобстроя говорили, но я не видел избыточные все требования, вот исходя из города Симферополь, все требования справедливые. Мы вникали по каждому практически объекту в детали, то есть поэтому, если у кого-то из коллег какие-то предметные есть вопросы, пожалуйста, так сказать, на товарищеский суд выносите, мы вместе с коллегами, вместе примем управленческое решение. Проблем не будет. Это все сказки, подрядчики просто не умеют изготавливать техническую документацию, не умеют КСК закрывать, ну в общем, в принципе, есть претензии конкретные к выполнению качества работы, вот и все. Именно так, Сергей Ильич, поэтому... Поэтому скидок здесь никаких нет, опять же, там, где начальники на месте, коллеги, встретились, принцип простой, вот если у меня первый день проблема возникла, сразу пригласил к себе коллег, которые из контролирующих органов, если тема избыточна, позвонили Юрию Михайловичу, мне там вот Светлана Борисовна в контакте с коллегами и так далее, созвонились, попросили помощи. Пожалуйста, занимает это все один день. Там, где система длящаяся и рассказывает, что месяцами кто-то не принимает, значит, это отсутствие руководящей роли главы администрации, значит, он не вникает и ему помощь не нужна, лучше, чтобы это месяцами все висело. Значит, это субъективный фактор, точно так же даете предложение по наказанию. Да, вот повторюсь, вот вы всегда говорите, вовлеченность в процесс, вовлеченность в процесс. Коллеги, еще раз говорю, все в головах, все проблемы, которые начинаются с проблемы, которые возникают, в смысле, как проблемные на любом совещании, при разбирательстве, вот мы садимся, вникаем в детали каждой ситуации, выясняется, а, у всех был резерв времени колоссальный, перед тем, как ко мне прийти, прошли сроки от недели до нескольких месяцев, то есть это время, это пропущенное время, упущенные возможности, на самом деле. А называется это опять отсутствие координации в управлении. Если бы глава администрации сам держал, на контроле он бы снял трубку, набрал бы сразу в первый день при возникновении проблем, если он сам не может это решить. Если проблема навязана, значит, ну, возникла бы вот такая, она искусственная, видно, ну, просто отсутствие коммуникации, значит, никто не пытался это делать, главе администрации это не надо.